Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу «Территория права». Мы работаем в прямом эфире и сегодня на ваши вопросы отвечает консультант Нотариальной палаты Самарской области Полина Сергеевна Власова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, телефоны прямого эфира 202-11-22. Именно по этим телефонам, уважаемые телезрители, мы ждем ваших вопросов. К нам сегодня на передаче, ну а говорим традиционно о нотариальных действиях, о их новшествах. Так вот, Полина Сергеевна, представим такую ситуацию. Человек пришел за оформлением нотариального документа, оформил, ну и так случилось, что потерял нотариально оформленный документ. Что же в таких случаях делать? Что вы советуете? Переживать в этом случае не стоит. Нотариус обеспечивает хранение архивных документов, надлежащее хранение. Соответственно, если же гражданин помнит, у какого нотариуса он удостоверял документ, ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением. Нотариус подготовит дубликат этого документа и выдаст, соответственно, заявителю. Если же гражданин не помнит, ну бывает такое, забыл, или бывает, что нотариус, у которого он удостоверял, уже прекратил свою деятельность по каким-то причинам, не нужно переживать опять-таки. Нужно обратиться в нотариальную палату, мы посмотрим, кому передан архив, и уже направим к нотариусу, на ответственном хранении которого находятся эти документы. Если же не помнит ни фамилию нотариуса, нигде находилась нотариальная контора, также обращается в нотариальную палату, мы осуществляем розыск нотариально удостоверенного документа, делаем запрос по всем нотариусам области, и после этого уже отдаем координаты нотариуса для обращения за получением дубликата. Хорошо, но вот в таком случае продолжение этого вопроса. А что бы вы посоветовали? Вот все-таки, если, ну, бывает так, да, что очень часто обращаются за оформлением именно нотариально удостоверенных документов, все-таки можно лучше, правильнее к разным нотариусам обращаться, здесь ничего страшного нет, либо все-таки прикрепиться к одному нотариусу и вести свои дела у одного нотариуса? Ну, это, как говорится, кому как удобно, потому что, как правило, обращаются к нотариусам, которые находятся либо рядом с работой, либо рядом с местом жительства, соответственно, происходят изменения. Кому как удобно. А нотариусы не спрашивают, где вы до этого оформляли документ, да? То есть здесь нотариусы промомерно должны оформить документ, за которым гражданин обратился? Ну, за получением дубликата обращаются непосредственно к нотариусу, который удостоверил этот документ, потому что возможность выдать нотариально удостоверенный документ, дубликат, есть только у нотариуса, который хранит эти документы. Соответственно, нужно обратиться в архив, поднять документ, подготовить его текст и уже выдать гражданину. Для получения дубликата обратиться к любому нотариусу не получится. Соответственно, удобнее, конечно, обращаться к постоянному нотариусу, меньше забот. Будет уже и хлопот. Спасибо большое. Я хочу напомнить, телефоны и сайт Нотариальной палаты Самарской области, вы их видите периодически, они появляются на ваших экранах, уважаемые телезрители. В рабочее время всегда консультанты проконсультируют вас по вопросам нотариальных действий, ну и звоните к нам в прямой эфир. Мы работаем именно для вас, 202-11-22, телефоны, по которым мы ждем ваших вопросов. Полина Сергеевна, копию любого нотариального документа можно получить у нотариуса? Получить можно только те документы, второй экземпляр которых нотариус обязан оставлять на ответственном хранении. Это договоры, завещания, иные сделки, как правило, односторонние сделки. Если нотариус указывает в документе о том, что документ составлен в двух экземплярах, один у которых остается на ответственном хранении у нотариуса, соответственно, за получением данного дубликата можно будет обратиться. Очень часто приходят и говорят, я потерял доверенность. Доверенность такой документ, который он выдает в единственном экземпляре и как раз удостоверяет право представителя для предъявления интересов доверителя в различных организациях. Соответственно, если вы утрачиваете этот документ, возможно, будет получить только нотариальную удостоверенную копию, либо получить сведения об удостоверении этой доверенности, но уже оригинал нотариус выдать не сможет, поскольку экземпляр не обязан оставлять на хранении. То есть, если потерял доверенность, то получаешь либо копию, либо заново можно эту доверенность оформить? Да, конечно. Как правило, заново обращаются за нотариальным удостоверением. Хорошо. Ну а вот как быть, если второй экземпляр документа не сохранился? Ну, здесь уже можно получить выписку из реестра регистрации нотариальных действий. Нотариус выдает ее в виде справки, в котором указана вся информация, которая вносится в реестр. Соответственно, это от кого удостоверен документ, краткое содержание документа и основные данные, реквизит этого нотариального удостоверенного документа. Бывают такие случаи, к сожалению, но такие документы необходимы для подтверждения каких-либо прав. Очень часто для государственной регистрации права. В данном случае только в судебном порядке необходимо будет подтверждать уже право. Поэтому все нотариальные документы нужно хранить, да? Да, бережно. Бережно хранить и по возможности, конечно, не терять. 202-11-22, телефона прямого эфира. Мы ждем ваших вопросов. Звоните к нам, пожалуйста. Ну, если вдруг линия занята, дозванивайтесь, мы обязательно примем ваш звонок. Ну, и телефон, и сайт нотариальной палаты также вам в помощь. Возьмите их себе на заметку. Полина Сергеевна, расскажите, как осуществляется хранение нотариальных документов? Нотариус действует в рамках правил нотариального делопроизводства. Существуют документы с различными сроками хранения. Есть документы постоянного хранения, которые по истечении 75 лет передаются в государственный архив. Уже переходят в собственность непосредственно Российской Федерацией. Входит в фонд архивных документов. Это наследственные дела, это договоры отчуждения. Договоры отчуждения долей в основном капитале. У них у всех срок постоянно. Также есть документы временного хранения, которые по истечении определенного времени, там, 10 лет, они уже принадлежат уничтожению. Нотариусом в особом порядке составляется акт, который утверждается экспортной комиссией. Комиссия существует при нотариальной палате, очень активно работает. Ежегодно они путем полистного просмотра отбирают эти дела для уничтожения. Документы государственных нотариальных контор, они у нас существуют в нотариальной палате, отдельное хранилище документов государственных нотариальных контор, которые до перехода в небюджетный нотариат передавались на хранение нотариусом, занимающим частной практикой. И впоследствии уже нотариальная палата, она создала отдельный архив. И, соответственно, если вы разыскиваете документ, который был удостоверен государственным нотариусом до 1993 года, вам необходимо обратиться на свою нотариальную палату. Проверим, передан ли архив этой государственной нотариальной конторой в хранилище, и уже, соответственно, направлен нотариусом для получения дубликата. Да, у меня логичный вопрос. А часто ли обращаются к вам граждане за получением архива? И, собственно, какая процедура обращения? То есть что нужно гражданину в первую очередь, если понадобился такой архивный документ? Архивы, дубликаты выдают нотариусу. Да. Мы смотрим, передан ли архив этой государственной нотариальной конторы в хранилище нотариальной палаты, направляем нотариуса, который закреплен, наделен приказом управления Минюста России по Самарской области, правом на выдачу этого дубликата. Он же непосредственно обращается к нотариусу, пишет заявление о том, что прошу выдать дубликат такого-то документа за определенный год. Нотариус направляет запрос в хранилище, хранилище высылает ему скан, и нотариус уже готовит проект дубликата, выдает его гражданину. Скажите, пожалуйста, как правило, долго или коротко ли занимает временные рамки вот эта процедура? Ну, как правило... Если нужен срочно, допустим, дубликат. Ну, нотариус, конечно, может пойти навстречу. Все зависит, конечно, от розыска, потому что все архивы огромные, архивы с 1923-х годов, все, соответственно, чтобы это найти, конечно, вот на это уходит время. А набор текста уже... Уже не составляет такого промежутка времени. Спасибо большое. А 202-11-22, я напоминаю, телефон на прямом эфире. Мы ждем ваших вопросов, ваших звонков, уважаемые телезрители. Дозванивайтесь и задавайте, мы работаем в прямом эфире. Ну что же, а какие документы должен предоставить гражданину нотариус для совершения нотариальных действий? У нас есть звонок, и потом ответите на вопрос. Вы принимаем его, говорите в прямом эфире «Алло». Здравствуйте. Здравствуйте. Я не знаю, был ли вопрос у вас. Я вот недавно купил квартиру, пока ремонт делал, и документы, ну, вы же потеряли. Документы какие? Обозначите, пожалуйста, на квартиру? Все на квартиру, да. Все на квартиру. А вы квартиру оформляли у нотариуса, договор, или? Да, уже купли-продажи прошла. Вы в простописной форме оформляли договор, или у нотариуса? У нотариуса. У нотариуса. А помните нотариуса, у которого оформляли? Нет. Нет. Потому что я сам лично это не оформлял. А по доверенности вас представляли? Это моя сестра оформлял. Так, ну, квартира оформлена на вас. Нет, на сестру тоже. Спасибо вам большое. Если утеряны документы, как я поняла, из обращения собственником является сестра, поскольку существует тайна совершения нотариальных действий, обратиться может либо сам гражданин, либо представитель по нотариальной удостоверенной доверенности, в которой есть полномочия на представление интересов в нотариальной палате и розыск нотариальных документов. То есть в данном случае должен обратиться этот гражданин, либо его сестра, либо по доверенности от сестры. Да. На данном конкретном примере. Да. Давайте расскажем. Несколько я поняла, что собственником является сестра, которая, соответственно, на себя занималась оформлением данной квартиры, необходимо сестре либо самостоятельно обратиться в нотариальную палату, либо выдать доверенность, возможно, на телевидителя. На представителя, в данном случае, брата. И вы обратитесь уже с этой доверенностью, с документом, удостоверяющим личность, с паспортом в нотариальную палату, напишите заявление, что удостоверялся, оформлялся такой договор и укажете промежуток времени, примерно год, два, в зависимости от того, сколько думаете он был удостоверен, в какой период. И, соответственно, уже мы осуществляем розыск нотариально удостоверенного документа и дадим ответ, какого нотариуса удостоверен. Обратитесь к этому нотариусу, выдаст вам дубликат и тем самым вы уже установите утраченные документы. То есть здесь ничего страшного нет, самое главное, что документ был удостоверен у нотариуса, оформлен у нотариуса и нотариус же поможет сделать дубликат. Спасибо большое. Есть еще звонок. Алло, говорите, вы в эфире. Программа «Территория права». Мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это со мной, да? Я слушаю вас. С вами, с вами, с вами, конечно. Будьте добры, скажите, умер, к сожалению, сын. Наследство квартиры осталось, оформленное на его жену. Родители имеют право претендовать на эту долю квартиры или нет? Понятно, я сказала? Да, все понятно. А квартира в браке приобреталась? Одна квартира не в браке, он до брака приобрел, а вторая, в которой сейчас они жили, в браке уже приобретена, но оформлена на жену. Так, ну вопрос понятен. Спасибо большое вам за вопрос. Слушайте ответ. Та квартира, которая была приобретена до брака, соответственно, она является собственностью сына, и вы можете претендовать как наследник первой очереди наравне с супругой. Вторая квартира, которую они приобрели в браке и которая оформлена на имя супруги, вы также имеете права на эту квартиру, поскольку имущество приобретено во время брака, и оно делится пополам между супругами. То есть состав наследства будет входить одна-вторая доля этой квартиры. Ну, в зависимости от целой квартиры. То есть, проще говоря, родители имеют наполовину квартиры, которую приобрели в браке. Да. Соответственно, если полностью квартира оформлена на имя супруги, состав наследства входит одна-вторая доля, и она уже делится между наследниками. Между вами, как родителями, и между супругой. Хорошо. Ну, вот тут не сказали по поводу детей. Если есть дети, то супружеская доля уже будет делиться на детей? Нет. А также вот одна-вторая доля, которая ему принадлежит, она будет делиться между всеми наследниками, включая супруги. То есть в данном случае пережившей супруге достанется доля больше. Понятно. Если она будет претендовать на наследство. Хорошо. Ну, здесь телезрительнице стоит посоветоваться в полугодичный срок подать заявление. Обязательно. Вам нужно обратиться к любому нотариусу. Нотариус проверит, заведено ли наследственное дело. Если наследственное дело не заведено, вы уже заводите его. И нотариус направит запрос в управление Росреестра. Там будет видно, соответственно, какое имущество принадлежало. Вы можете также указать о том, что квартира приобреталась во время брака. Нотариус делает выписку на объект и, соответственно, уже посмотрит, в какой период, кто является титульным собственником. При представлении свидетельства о заключении брака данное имущество может уже наследоваться. Спасибо большое. Ну и есть более подробная информация. Всегда консультанты Нотариальной палаты проконсультируют вас по телефону в рабочее, разумеется, время. Телефонный сайт Нотариальной палаты также появляется на ваших экранах, уважаемые телезрители. Мы ждем ваших звонков. 202-11-22. Дозванивайтесь, пожалуйста. Так вот, Полина Сергеевна, какие документы должен предоставить гражданин-нотариус для совершения нотариальных действий? Здесь перечень документов зависит от видов нотариальных действий. Как правило, общий набор – это всегда документы, удостоверяющие личность. Как правило, это паспорт гражданина Российской Федерации. Для иностранных граждан – это заграничный паспорт. Паспорт, который удостоверяет личность на территории республики, зависит от любого государства, он не подходит. Именно нужен заграничный паспорт. Также для иностранных граждан или людей без гражданства допускается вид на жительство. С этим документом самый элементарный перечень нотариальных действий, так скажем, это свидетельственные верности копий, подлинности подписей, завещания, доверенности. Все это уже вы сможете оформить. При совершении нотариальных действий с каким-то имуществом необходимо предоставить документы, которые подтверждают ваше право на это имущество. Соответственно, при удостоверении договоров недвижимого имущества предоставляются правоустанавливающие, право подтверждающие документы. Это либо договор ударения, либо договор купли-продажи, договор приватизации, что касается квартир, либо договор долевого участия, очень сейчас часто встречается. И документы, подтверждающие регистрацию права, потому что право, оно считается возникшим за исключением случаев, установленных законом, только с момента государственной регистрации. Представлять документы, подтверждающие, то есть выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие кадастровую стоимость, не нужно. Нотариус самостоятельно запрашивает в рамках взаимодействия с Росреестром. Если документы утрачены, то нотариус также имеет право запросить копию документов на это имущество. По возможности, лучше представить, чтобы временные сроки сократить на сбор документов. Спасибо. Принимаем звонок. Алло, говорите, вы в эфире? Мы слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот детку парализовала, и он сам получать пенсию не может, но доверенность, но доверенность как бы тоже, что-то, наверное, не сможет. Вот что теперь делать? Он разговаривает? Да, разговаривает, но не очень внятно. Вам нужно обратиться к близлежащему нотариусу, близко расположенному, для его вызова на дом для совершения нотариальных действий. Нотариус заранее принесет ему копии документов, паспорт дедушке, паспорт лица, на которого вы будете, дедушка будет делать доверенность. Есть, вероятно, уже, скорее всего, есть справка об инвалидности, тоже ее необходимо предоставить, поскольку для инвалидов первой и второй группы установлены льготы. И по плате заказания услуг для инвалидов первой группы. И нотариус подготовит проект документа, осуществит выезд. На дом сказали, что проблема, что не может подписать. В этом случае существует институт рукоприкладчика, переживать не нужно. То есть третье незаинтересованное лицо, возможно, это будут соседи, либо знакомые ваши, желательно неродственники, чтобы не было заинтересованности. И, соответственно, укажут тоже данные рукоприкладчика в документе. Если, возможно, нотариус может установить волю дедушки, то есть сможет он ответить на какие-то вопросы, то, думаю, проблемы у вас не будет. Кажите, пожалуйста, очень часто также к нам в программу задают такие вопросы. Если заказать выезд нотариуса на дом, установлены какие-то сроки, либо это в порядке очередности? Каким образом, как скоро может приехать нотариус? Сроки законодательно не установлены, но нотариус максимально оперативно пытается оказывать помощь гражданам. Или каждый день какой-то есть, да? День выезда. Ну, у кого как организована работа. Некоторые нотариусы выезжают в определенные дни, потому что нужно, соответственно, оставлять прием граждан, которые постоянно в течение рабочего дня обращаются в центральную контору. Каждый организует свой рабочий процесс по-разному. Но если вы обращаетесь к нотариусу и в силу занятости он вам назначает ту дату, которая вам неудобна, вам нужно получить документ более быстрый, вы должны знать о том, что вы вправе обратиться к любому нотариусу по нотариальному округу. То есть если вы проживаете в городе Самаре, вы к любому нотариусу, не обязательно вашего района, можете обратиться. Нотариус, в зависимости от графика, очередности, осуществит к вам выезд. Если возникают какие-то проблемы, то сюда можно обратиться в центральную палату. Да, спасибо большое. Принимаем звонок, алло, говорите, вы в прямом эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос такой. У меня папа ухаживал за бабушкой, у меня никого никогда не было. Она в том виде домовская, а квартира приватизированная, а в 2009 году она умерла. Но он оплачивает за квартиру, он ее хранил, оплачивает, а оформить никак не может. Наверное, будут дополнительные вопросы, да? Так, а завещания нету? Ничего нету, ни завещания, ничего нету. Ни дарения, ни ренты не составлялось. Ни вообще ничего не составляли. Вот прям как-то вот так вот жили, жили и помогали ей всегда. И как-то все вот не до этого было, как бы это. А сейчас вот пришло время. Вроде мы не живем там, но оплачиваем, как положено. Вот на основе таких данных, Полина Сергеевна, можно претендовать на данное имущество? Нет. Несение бремени, содержание имущества не собственником, соответственно, не дает права на наследование данного имущества. Если вы не являетесь никаким родственником, нет завещания, соответственно, получить по наследству квартиру, которая принадлежит чужому человеку, невозможно. То есть, если наследники не обратятся к ее, то имущество... Если нет наследников, тут ясно было сказано, из детдома. Да, и в судебном порядке никак нельзя оспорить. Права на наследование нет. Имущество становится выморочным. Единственное, что здесь можно сделать, это вот эти расходы, которые вы несли за содержание квартиры, за погребение данной бабушки. Вы можете все эти расходы предъявить на возмещение к этому наследственному имуществу. Соответственно, по окончании шестимесячного срока вам нужно обратиться в материальную палату, проверить... В 98-м год здесь сказали уже. Бабушка умерла в 98-м году. В 98-м я поняла, что в 98-м приватизировали они. Соответственно, вам нужно обратиться, выяснить, открыто ли наследственное дело после данной гражданки. Если нет, то, скорее всего, имущество уже выморочное, возможно, оно уже перешло в собственность муниципального образования и уже требования нужно предъявлять к новому собственнику. Но если они несут бремя, расходов, значит, вероятно, что имущество не оформлялось. Ну, унаследовать его нельзя. Нужно выяснять, открыто наследственное дело или нет. И если наследственное дело не открыто, обращаться в муниципалитет, чтобы они заявляли права на это имущество выморочное, он передавал свою собственность и в судебном порядке возмещать эти расходы, понесенные. Спасибо. Просто очень интересный вопрос, Полина Сергеевна. Посоветовали бы вы его дожданному гражданину, может быть, есть какие-то документы, о которых он сейчас не сказал, прийти и проконсультироваться в Натериальную палату? Да, возможно. Ну, лучше, конечно, обязательно обратиться, потому что нужно понять, открыто наследственное дело или нет, и уже там куда действовать и идти дальше будет сразу ясно. Спасибо. Спасибо большое. У нас есть очередной дозвонившийся. Добрый вечер вам. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Скажите, пожалуйста, вот у меня в метрике, да, там много неправильных написанных букв, да, а когда получил паспорт, то мне пожизненно всю дорогу совсем по-другому, там и фамилия, и имя, и отчество. Ну, там буквы, да, буквы. Да, да, мы поняли. Мы поняли вопрос. Да. А какой у вас вопрос? У вас какие-то... Вопрос, я говорю, вот, можно в метрике получить вот такие вот, чтобы по паспорту, по дому? Понятно. Спасибо. Мне кажется, гражданин переживает, если вдруг писать документ, завещание, то несовпадение, наверное, паспорта, вот метрики свидетельства о рождении, да, это может быть, ну, вызвать споры какие-то, наверное, да? Может, в системном порядке обратиться за исправлением ошибки в этих метрических книгах. То есть здесь только через суд? Да, иного порядка нет, поскольку эти книги, они находятся в ведении, там, администрации, то есть право наносить туда изменения нету органов, ни за кем не закреплено. А, соответственно, ну, если у вас паспорт на руках, соответствующий в действительности, если есть свидетельство о рождении, которое тоже соответствует, то не стоит переживать. То есть если в свидетельстве о рождении и в паспорте, имя, фамилия, отчество, дата рождения и место рождения все соответствует, то беспокоиться, соответственно, не стоит. А может быть, телезритель имеет в виду метрика свидетельства о рождении? Ну, мне кажется, он имеет в виду именно записи метрических книг, которые вот раньше были в церковных. Да. Ну, я думаю, что вы поняли ответ на ваш вопрос, уважаемый телезритель. Полина Сергеевна, у нас вот осталось очень немного времени. Хотелось бы уточнить, какие документы нужны для открытия наследства? Это тоже очень часто задаваемый вопрос. Случилось печальное событие, нужно оформулить наследственное дело. Что нужно предпринять и какие документы нужно иметь на руках, чтобы обратиться к нотариусу и вам лишних забот и проблем не доставлять? Главное, нужно успеть в шестимесячный срок с момента смерти. До ищения шести месяцев с момента смерти вы должны обратиться к нотариусу по месту последнего жительства умершего гражданина. Нотариус при обращении вашим посмотрит, заводился на наследственное дело. Если нет, соответственно, его оформят. Вы сообщите необходимые данные. Для открытия наследственного дела достаточно только воли и заявления лица и паспорта. Для выдачи уже свидетельства о праве наследства необходимо гораздо больше перечень документов. Это и свидетельство о смерти, и справка с последнего места жительства, документы, подтверждающие основание наследования. Это либо завещание, либо документы, подтверждающие родственные отношения, и документы на наследственное имущество. Но главное успеть в шестимесячный срок подать заявление о принятии наследства. Ну и напомните, пожалуйста, какие документы нотариус должен запросить самостоятельно? Нотариус запрашивает по вашей просьбе, он разыскивает наследственное имущество. Если это вклады, он направляет запросы в кредитные учреждения, где предположительно находились вклады. Одновременно во все, Полина Сергеевна? Ведь многие прекратили, к примеру, свое существование, а то уже на лицензии. Вот здесь как быть? Розыск осуществляется по запросу наследника. Какие кредитные учреждения укажет наследник, в такие нотариус и запросит. Направить запросы о наличии счетов. Но ведь согласитесь, бывает и такое, что наследники просто не в курсе, открывали ли наследодатели вклады. Как правило, если не в курсе, в квартире, умеешь, какие-то документы всегда остаются. Это договор на открытие счетов, какие-то сберегательные книжки. Соответственно, исходя из этой информации, уже можно что-то направлять куда-то в эти банки запроса. Бывает такое, что наследник приходит, указывает 30 кредитных учреждений, нотариус направляет во все запросы. Также на розыск акции отправляет запрос к реестру держателям для выяснения наличия недвижимого имущества в розреестр. Ну что же, спасибо большое. Я благодарю вас за участие в программе, за ваши ответы и за вашу помощь населению Самары и Самарской области. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». Всего хорошего. До свидания. До свидания.